Первый с нами поделится своим опытом Амра Мусич и ее сын Дино. Добро пожаловать. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Мама Амра, у вашего сына были проблемы со зрением. Да. О чем идет речь? Та проблема появилась уже в грудном возрасте. Он родился с врожденной катарактой. У меня была нормальная беременность вплоть до восьмого месяца. В конце восьмого месяца у меня отошли воды и начались роды. Два месяца он плакал, вращал глазами, и мы не знали, что с ним. Мой отец мне сказал, что у ребенка что-то вроде не в порядке с глазами, что нужно его сводить к врачу. Мы отвели его к врачу, и нам сказали, что у него врожденная катаракта. Доктор в Тузле сказал, что ее нужно срочно оперировать, потому что очень густая. И тогда мы отправились в поликлинику в Загреб. Однако доктор сказал, что нужно немного подождать, пока она созреет. А пока слишком рано для грудного ребенка. Сказал, что мы позвонили ему после Нового года и Рождества. Так что мне тогда стало ясно, что он не хочет его оперировать. После этого мы поехали в Любляну, где врач поставил тот же диагноз и сказал, что операция слишком рискованна. И она не возьмется. Тогда мы вернулись домой и совсем случайно, в тот же день, услышали про больницу светлый вид. Все это происходило, пока он был грудным ребенком шести месяцев. Да, вначале ему было два месяца, потому что потом мы потеряли время, что мы ждали два с половиной месяца клинику в Загребе, пока они нам позвонят. Но потом, когда я поняла, что из этого ничего не получится... Да, скажите, как вы тогда себя ощущали? Вы все-таки были молодой мамой, у вас родился малыш, и вы были счастливы, что ребенок жив и здоров. Потом вы поняли, что все-таки есть какая-то проблема. Каково вам было тогда, особенно когда вы услышали все эти диагнозы, и что нужно подождать, и что в данный момент пока ничего нельзя сделать? Я себя ужасно ощущала, и когда мы ждали, пока нам позвонят из Загреба, и потом, когда доктор из Любляны сказала, что не может нас послать на операцию, что это слишком рискованно, и что вообще сомневается, что это может нам помочь. Что вы тогда подумали? Верили ли вы в то, что все это когда-нибудь закончится? Не знаю. Не знаю, как я тогда вообще вернулась из Любляны. Было очень тяжело. Тогда это было для меня большим ударом. И было мне очень тяжело смириться с этим. Сразу после этого мы услышали про больницу Свет и Вит, позвонили, и мой папа разговаривал с доктором Драгович, и она сказала, чтобы мы приехали на обследование. Мы тогда возвращались из Любляны. Это все происходило в один и тот же день. Обследование нам назначили через три дня, и пришли мы в свет и вид, и при оследовании профессор Росеваль также подтвердил врожденную катаракту, очень сильную, а также уменьшенные глазные яблоки. То есть случай непростой. Но операция сказала, что все же возможно. И мы назначили операцию через четыре дня. Вы сомневались по поводу сомневаться? Нет, нет. Вы боялись? Не боялись, потому что ребенок очень маленький? Нет, нет. У меня не было и выбора. Это могло ему только помочь и не навредить. Я была в ожидании, но мне не было, нечего было терять. Так что пока мы были в клинике, мы сделали все анализы, все было в порядке. Мы пришли через четыре дня, и ему прооперировали оба глаза. Доктор сказал, что он только тогда родился. Ему тогда было пять с половиной месяцев, а ребенок, когда рождается, не видит. И со временем приходит зрение, и так было и с ним. И я не заметила, что он не видит, это точно, не заметила, что он не открывает рот на соску, на бутылочку. Только после каких-нибудь трех месяцев мы заметили, что он начал видеть, что зрение начало приходить. Ему прооперировали синехи, то есть спайки, которые сужали ему зрачок. Сделали ему и купилопластику, чтобы зрачки расширялись. Когда ему использовался год, ему уже было сделано три операции, поэтому он начал говорить позже, отставал в моторике. Мы ходили на упражнения к физиотерапевту. Когда прошло какое-то время, мы думали, что он сможет ходить в обычную школу, хотя я даже в это не верила. Даже отправила его в школу на год раньше посмотреть, как будет справляться. Когда поступил в первый класс, хорошо справлялся. Сейчас уже в седьмом и видит и читает, хотя правда то, что он видит плохо. Раз уж мы заговорили о школе, должна тебя спросить, как тебе в школе. Отлично. Помнишь ли свой первый день в первом классе? Помню. Как это вообще было? Мама переживала, как ты будешь справляться? Помнишь ли? Расскажи нам подробно, как ты сориентировался, когда увидел учительницу. Было здорово. Я познакомилась со своими новыми друзьями и из детского сада. А как тебе сейчас в седьмом классе? И сейчас отлично. У меня много друзей. И я бы хотела, если есть возможность, передать привет своему седьмому Б-классу, моему классному руководителю Навелию Гаврановичу и мою учительницу басанского языка Рахи Хиданович. Передаю привет всем учителям. А какой привет тебе нравится больше всего? Я все предметы люблю. Все, значит, а могу спросить, какой из тебя ученик? Отличный. Отличный, молодец. Я бы еще хотела передать привет дяде, маме и дедушке, которым я благодарен за все это. А за что ты им благодарен? Они меня постоянно водили в больницу в свет и вид. Значит, они тебя поддерживали. Да. Скажите, а сейчас Дина регулярно обследуется? Да, да, регулярно обследуется, без каких-то особых проблем. Он видит, и это главное. А как будет дальше, посмотрим. Как вы и сказали, самое главное, то, что он может видеть своими глазами. Поприветствуйте, пожалуйста, доктора Марину Драгович. Вот наш первый вопрос для вас. Все наши кости, у которых были проблемы со зрением, имели катаракту, так? Здесь есть и другие проблемы, но мы в основном фокусируемся на проблемах передней камеры глаза, на катаракте, проблемах диоптрии, проблемах роговицы. Побутнение зрения, которое приводит к постепенной потере зрения, до невозможности самостоятельного передвижения, потери дееспособности, а если будет оставлено без вмешательства, то и до дегенеративных изменений на роговице, по типу кератоконуса или пеллюцидной маргинальной дистрофии, и до постепенного прогрессирующего снижения зрения, истончения роговицы, опасности от разрыва роговицы и необходимости трансплантации. Это то, что произвело революцию в медицине и офтальмологии в последние 9 лет. Так что, к счастью, больше не нужно торопиться с трансплантацией, если вовремя применить метод, называемый кросслингинг. Этот метод не подразумевает хирургического вмешательства. Речь идет о использовании специального света, специальной лампы, которая воздействует на роговицу, и за счет чего достигается эффект укрепления существующей структуры коллагеновых волокон и формирования новых, укрепления связи между коллагеновыми волокнами и роговицей, чем достигается ее уплотнение. Таким образом, мы предотвращаем дальнейшие истончения и дегенерацию роговицы, а также возникновение разрыва. Нет необходимости в трансплантации, то есть в таких ситуациях важно остановить процесс. А на вопрос, видят ли пациенты сразу после процедуры, я могу ответить, что они видят замутненно, роговицы все еще свежие, и мы должны поставить защитную контактную линзу, провести терапию каплями, чтобы зрение постепенно восстановилось. Ответ на этот вопрос будет виден через 3-6 месяцев. После этого суть не в том, что роговица становится толще, а в том, что она становится плотнее, устойчивее к дальнейшим процедурам и к тому генетическому механизму, который влияет на ее истощение, и что и происходит после того, как мы вылечили роговицу. Вторым важным моментом при кератоконусе, который нужно решить, является проблема диоптрии. Другими словами, когда мы ее вылечили, но мы теперь должны дать молодым людям возможность видеть. То, что сегодня можно применить, это лазерная коррекция, когда речь идет о небольших диоптриях. Однако, когда значение диоптрии довольно велико, мы придерживаемся определенных принципов не использовать сразу лазерную коррекцию на роговице, которая уже имеет за собой первоначальное заболевание. В этих случаях мы используем одно нововведение. Речь идет о специальном виде линз. Это жесткие газопроницаемые линзы, но не стандартные, а так называемые ROX-K2. Это нечто новое на наших просторах. Изготавливаются они одной английской компанией. Это линзы, специально изготавливаемые для проблематичных роговиц. Не для разных видов остеогматизма, а для роговиц с пелюцидной маргинальной дистрофией и кератоконосом, особенно после этой процедуры. Как видите, восстановление зрения стопроцентное. Ми се држамо некого става између, не ићи пошто пото са лазерском коррекцијом, код рожњача која већ има примарно ово оболјење. Већ смо применили, то је опет једна новина у свету оптомологије данас, специјални тип соочива. Дакле, ради се о GP соочивама, али не стандартним. То је такозвени Роуз К2. Врло је ново на территорије нашим поднебњима, долази из једнене енглеске компаније и ради се управо о овим соочивима специјално рађеним за проблематићне рожњаче, значи не за било који вид астигматизма, већ за рожњаче код пелосидних маргиналних дегенерација и код гератоконуса. И посебно након ове процедуре, као што видите, реабилитација вида је 100%. АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТА